Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях заместитель министра здравоохранения Чуваши Алексей Кизилов. Алексей Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Алексей Владимирович, несмотря ни на что, тема, конечно, у нас будет беседой не совсем приятная. На одном из заседаний правительства республики обсуждалась такая тема, как смертность от внешних причин. Что это, правда, очень волнующая тема? У нас действительно сейчас необходимо бить тревогу? Да, я думаю, что это очень волнующая тема. И вот, понимаете, улучшение медико-демографической ситуации в Чувашской республике, а это, наверное, все-таки один из показателей, и такая ставит приоритетная задача в Чувашской республике. И на фоне снижения рождаемости, а за 6 месяцев 2017 года у нас отмечается рождаемость на 17,6% за аналогичный период 2016 года. Если взять в абсолютных числах, это 1444 ребенка. И, конечно же, отмечается, естественно, убыль населения в Чувашской республике, что составляет на сегодня минус 2 промилле, а в абсолютных числах это минус 1218 человек. С учетом снижения общей смертности, а общая смертность за 6 месяцев также 2017 года у нас снизилась на 1,5%, и если взять в абсолютных числах, это примерно 202 спасенные жизни, да, мы проанализировали структуру смертности, структуру смертности общей сети, да, и что мы обнаружили? Вот структура смертности от внешних причин, она занимает на сегодняшний момент второе место. Что такое смертность от внешних причин? Вот причислите, пожалуйста. Смертность от внешних причин, это, возможно, и это случайное удушение, это и дорожно-транспортные происшествия, это отравление от алкоголя, это убийство, самоубийство, это переохлаждение и различные другие виды смертности. А какие вот сейчас у нас показатели, да, сколько вот человек умирают из-за вот этих причин? Ну, вот проанализировав ситуацию, общую структуру смертности, да, внешние причины занимают на сегодняшний момент второе место, как и в 2016 году, так и в 2017 году. И есть положительные моменты. В 2016 году они составляли примерно 13,5% от всех смертей, да, а в 2017 она составляет 12%. В среднем, не в среднем, а погибает вообще, вот на сегодняшний момент, за 6 месяцев 2017 года погибло 956 человек. В том году несколько больше, если взять, мы мониторируем эту ситуацию всегда, и сейчас у нас где-то около минус 180 человек, но все равно она остается очень сложной. Потому что, да, структуру внешней смертности, вот взять, если трудовое, это как трудоспособное население, в структуре внешних причин от общей смертности они занимают первое место. Это очень серьезно. И мы начали анализировать эту ситуацию. Доложили министру здравоохранения Чувашской республики Владимиру Николаевичу, он поручил нам провести анализ, мониторирование по всем нашим районам Чувашской республики. И до что мы сделали план. И первое вот у нас было совещание, провошло в Чебоксарах. Если взять как муниципалитет город Чебоксары, от нечих причин за 6 месяцев погибло уже 191 человек. Это тоже очень серьезная ситуация. И мы анализировали, посмотрели, провели совещание совместно с Министерством здравоохранения, сотрудниками Министерства социального развития и труда, Министерства образования, со всеми структурными подразделениями муниципалитета города Чебоксары. Конечно же привлекали туда и силовые структуры, то есть Следственный комитет, и прокуратуру, и Министерство внутренних дел, то есть все субъекты профилактики. То есть получается, медики забили тревогу, медики заинтересовались, почему же так происходит, и вы решили, что вам в этом должны помочь все заинтересованные, ну, наверное, все-таки заинтересованные, да, вот структуры? Это управляемые смерти, это управляемые внешние причины. То есть этим можно управлять? Этим можно управлять. На это можно повлиять? На это не нужно даже тратить никакие бюджетные средства. Просто надо анализировать эту ситуацию, совместно с субъектом профилактики, профилактики взаимодействовать полностью, разбирать каждый случай от внешних причин. Ну вот смотрите, да, обморожение, те, кто утонули, да, но вот в состоянии алкогольного опьянения, ну ведь это по большому счету человеческая глупость. Конечно. Это как бы жалко не было. Ну вот даже если посмотреть от внешних причин, первое место от внешних причин это занимает случайное удушение. Если взять, посмотрите, это 1,1%, это 106 человек. А что такое случайное удушение? Это во время алкогольного опьянения произошла аспирация, и ротами, массами, и человек просто погибает. Глупая смерть. А как вот на это можно повлиять? Сказать человеку не пей? Ну зачем? Надо проанализировать ситуацию вообще в целом. Это совместно, опять же, с субъектами профилактики. Возможно, где-то запрещение продажи алкоголя после 23 часов в различных наших районах, да, это анализировать ситуацию о фальсификации алкоголя, да, это опять же, такая вот, знаете, совместное взаимодействие, межведомственное взаимодействие всех структур. И Министерство внутренних дел, и прокуратура, и Следственного комитета, и комиссия по делам правонарушений, которые у нас на сегодняшний момент в каждом муниципалитете есть, да, совместная работа с главами администрации, с главами районов, да, с Министерством здравоохранения, Министерством труда и социального развития. Ну, то есть вот этот вот весь комплекс, он на сегодняшний момент есть. Мы просто единственное хотим вот как-то вот запустить этот момент. Нет, он есть, он работает, но мне хочется так вот всех взбудоражить, да, для того, чтобы мы понимали о том, что вот эти жизни можно было просто спасти. Но ведь надо не только тем заинтересованным структурам донести эту информацию, но и самим людям. Конечно. Вот если взять в примере, посмотреть от внешних причин, даже по детской смертности. На сегодняшний момент тоже погибло 21 ребенок уже за 6 месяцев 2017 года. И ведь смерти такие, понимаете, вот, например, было случайное удушение. То есть ребенок новорожденный пришел вместе, то есть мамой с папой, пошли в баню, выпили алкоголь, мама положила ребенка вместе с отцом. Ну, конечно же, утром он просыпается, и ребенок уже, уже ребенка нет. Вот эти вот, все вот такие глупые смерти на сегодняшний момент, это неоправдательно. А есть статистика в разрезе муниципалитетов? Конечно же, она есть. Мы анализируем эту ситуацию. Как я уже говорил, у нас был первый выезд, это в город Чебоксары. Второй у нас был выезд, как раз, на Читая. Третий выезд у нас был в город АлатРи, АлатРиевский район. Мы были бы и в Козловском районе. Буквально вот сегодня, в 2 часа дня, мы собираемся в Чебоксарском районе. В пятницу мы будем в городе Канаш. А в целом, по структуре, конечно же, у нас остается что? Мы еще посетим до 28 августа, и в целом где-то около 11 наших муниципалитетов. Дальше мы посмотрим, какая у нас будет ситуация, и, возможно, мы поедем во все районы. А так, конечно, в структуре муниципалитетов большее место, может быть, там это синдром малых цифр, но большее место занимает это Вурнарский район, Ядринский район, Аликовский район, Красноармейский, Красночитайский районы. То есть вот мы анализируем эту ситуацию, и с каждым муниципалитетом мы дотошно разберем эти смерти все. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я надеюсь, что Ваша такая дотошная работа принесет результаты, и действительно, ну вот таких глупых, нелепых смертей будет гораздо меньше, и люди будут действительно серьезно задумываться о своей жизни, о качестве своей жизни. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель министра здравоохранения Чуваши Алексей Кизилов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин